Радио Болтком Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Ну а мы открываем нашу передачу Климат-контроль В нашей студии виртуально по связи Ученый, журналист, много пишущий о науке Морской геолог Константин Рангс Доброе утро, Константин, здравствуйте Здравствуйте Как обычно, наверное, начнем разговор с погодой О том, тем более, что, я думаю, погода на Лига Всегда самая актуальная тема И люди, которые уже планируют Следующую неделю Длинные выходные, 4 дня Которые можно будет провести на природе Приезжали шашлыки Насколько Насколько эта Лига будет солнечным Или наоборот Более традиционным для Латвии Дождливым и пасмурным Так уж вот выпадает От чего это зависит И вообще, какие ближайшие прогнозы Ну, для начала взглянем Как бы на виртуальную карту Европы Метеорологическую Вот на данный момент получается Очень интересная вещь Над большей частью Европы Вплоть, считайте, до реки Волга Вот так вот От Атлантического океана Действует зона повышенного давления Причем у этой зоны повышенного давления Есть такое, как бы, северное отвлечение Которое как раз заканчивается на территории Латвии Вот это очень интересно Если смотреть на все эти карты Получается, что мы находимся А севернее, северо-восточнее Мощный циклон Который несет с собой холод и осадки И вот что очень интересно Что будет у нас Это вопрос весьма дискуссионный Я посмотрел модели Так вот, если на завтрашний день Уже в основном все модели Предсказывают нам осадки Сегодня солнце Завтра должны быть осадки В воскресенье переменная облачность Потом вроде бы должно проясниться Но и сильной жары не будет Вот если, например, в ближайшее, уже сейчас В юг, весь юг Европы Испания В условиях сильнейшей жары Там есть места, где 47 градусов Уже на мире Это, конечно, локальные участки Такие пятачки Но сороковник практически в очень многих местах Это можно посмотреть на сайте Севербеза Европы Где вы увидите Вот реальные вот эти вот схемы И обсуждение того, что ждать, что будет Что ожидать Потому что эта зона Плавно движется на восток То есть уже сегодня Немцы Похватились за голову Что 32-33 Все-таки для Германии В том числе даже северной Германии Это очень жарко Зона охватит Польшу Литву И где-то должна остановиться На латвийской границе То есть мы можем сказать Что нам еще повезло И вот эта погода Которую мы Ну иногда, может быть, даже И клянем Что вот Почему нету там настоящего лета Чуть-чуть Это еще наоборот Подарок судьбы То есть Вот если посмотреть Допустим Немецкие сайты Такие как, например Веттер онлайн Да Так там прямо Пишется о том Что вот она Жара пришла в Германию Да И сколько она там продлится Что Собственно говоря Всем людям Больным Пожилым Детям Срочно нужно Так скажем Снизить активность На солнце не торчать Пожарение Бегать И так далее И тому подобное Да и ездить на машинах Плохо Потому что машина Перегревается А у нее у всех Установлен однако Качественный Кондиционер Вот так вот Можно сказать Вот это очень Важный момент И сейчас Как раз Надеется На то Что эта зона Потихонечку Зона повышенного давления Потихонечку Таки Должна Разрушаться Сейчас пишут О том Что вот за минувшую Неделю В Европе Сформировался Так называемый Купол Высокого давления Получается Интересная вещь Вихрь Как бы Сам себя Накачивает Воздухом Масса Воздуха Увеличивается Он продавливается Вниз И происходит То же самое Что в цилиндре Дизельного Двигателя Адиапатическое Нагревание То есть От сжатия Быстрого Температура Еще более Повышается Влажность Падает Никаких облаков При таких условиях Быть не может В принципе По законам Природы Что мы имеем Мы имеем Жару Сухость Которая Генерирует Новые Восходящие Потоки Воздуха По периферии То есть Таким образом Замечательная Самоподдерживающаяся Система Жары Поэтому Есть надежды Есть надежды Что все-таки Циклоны Один вот Про который я говорил И который Подходит Северо-запада Такие Как бы Выдавят Эту Зону Повышенного Давления И по математическим Расчетам Она должна Вот к понедельнику Начать Разваливаться На отдельные части А Отсюда Следствие Что К наступлению Травяного Дня То бишь Яна в день И лига Тут очень трудно Сказать Куда И когда Но должно Таки Произойти Столкновение Холодных Масс И Перегретых Масс И должны Пролиться Дожди Вот Например Сейчас По всем По европейским Моделям Они считаются Наиболее Точные Поскольку Они Как бы К нам Привязаны В Европе Они Как раз И говорят О том Что Вот Наверное В четверг Скорее Всего Будут Интенсивные Осадки Но В какое Время Они будут Сказать Сейчас За неделю Никто Не берется Да и С другой Стороны Непонятно Какая Будет Их Интенсивность И Кстати Даже На территории Маленькой Латвии Возможно Ситуация Когда С одной В одной Ее части Осадки Будут А в другой Ничего Не будет Так что В принципе С одной Стороны Получается Что Готовиться К празднику Надо Но Захватить С собой Что-нибудь От дождя Тоже Очень Было Бы Правильно Ну Что Ж В принципе Обычная Наша Такая Погода На лига Которая Мы Привыкли И К этим Переменам Погоды Мы Тоже В принципе Мне кажется Все Носят С собой Зонт На всякий Случай А Если Говорить Все-таки Про Европу Юг Европы Ожидает Латвия Такая Жара Потому Что В принципе Мы Начинаем Привыкать К тому Что Лето Становится Все Жарче И Жарче С каждым Годом И Вот Даже На моей Памяти Я не помню В детстве Чтобы Были Такие Жаркие Периоды Ну Вот Как раз Очень Интересно То Что Как бы Выстраивается Две Модели Одна Модель Это Как ни Странно Зона Похолодания Вполне Возможная Зона Похолодания Это Район Белого Моря Вот Эта Северная Часть Так Называемый Русский Север И Берег Банцева Моря Поскольку Как бы Ожидается Что В этом Сезоне В этим Летом Там Очень Часто Будут Крутиться Мощные Циклоны Циклоны Будут Как говорится Они же В против часовой Стрелки Вращаются Поэтому Отодвигаясь На восток Они будут Захватывать Холодный Воздух Из Арктики Как говорится Арктика Теплеет Но все равно Это чуть выше Нуля Воздух Она будет Захватывать Этот воздух Этот воздух Будет двигаться На юг И хвостом Что называется Касаться И Финляндии И Территории Карелии Эстонии Латвии А вот Дальше Возникает Что-то Совершенно Непонятное Вроде По моделям Получается Что Например Та же Литва Оказывается В зоне Так скажем Вот этого Европейского Так скажем Вот этого Теплового Пузыря И Где эта Граница Будет Проходить Между Зоной Холода И зоной Жары Ее 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 Действительно Как говорится Сам Господь Бог Наверное Может быть Как говорится Еще только Впланирует Потому что Это гигантские Случайности Не случайно Есть такая Теория Потому что Достаточно Взмахнуть Крыльем Бабочки В одной Точке Земного Шара И на Другом Конце Земного Шара Может Пройти И ужасная Торнадо То есть Это образно Но мы Знаем Одну Вещь Что Иногда Вдруг Системы Начинают Вести себя Совершенно Непредсказуемым Образом И потом Долго Приходится Уже Задним Числом Думать А Наверное Там Вот тут Перегрелось Там Переохладилось Вопрос Такой Мы Находимся В зоне Нестабильного Вот этого Прогноза Если Как бы С югом Европы Из центральной Европы Предполагается Что да Лето Там Будет Жаркое И будут Регулярные Волны Жары Будут Периоды Гроссы Похолодания И даже Шквалов Вот что Это Обязательно Нужно Учесть Но В принципе Это Зона Жаркого Лета И как бы Даже Литва Польша Уж точно Это как раз Они в этой Зоне То Например Мы Эстония Это уже Совершенно Как бы Непонятно Очень интересная Ситуация Складывается В Финляндии Чем дальше Тем больше На юге Может быть Прохладненько И дождивенько А в то же самое время Лапландия Изнывает От жары Выездной То есть Куда ехать Ехать можно На юг Но если вам Юг не очень Нравится То можно Ломануться В Лапландию Причем В общую Лапландию Финскую Шведскую Норнежскую Смотря Какой рельеф Вам больше Подходит Вот это Очень интересный Момент И поэтому В принципе Можно было Бы надеяться На то Что мы Избежим Вот как Сильных Холодов И штормовых И шквальных Условий Вот как Вот например Росгидромет Он прямо Предупреждает Что в первую очередь Селян О том Что Возможно Сильнейшие Градобития Вот как например В понедельник Минувший Какой был Град В Смоленске Падали Градины Такие Шипастые Чем-то коронавирус Напоминающие Их размер Был Примерно Доходил До размера Теннисного Меча Да Гигантские Градины Были Вот именно Из-за Столкновения Вот таких Вот противоположных Воздушных Масс Вот такое Ожидается И не только В одном месте И самое главное Чтоб такая Зона Вот этого Конфликта Метеорологического Она не проходила Через нашу Территорию Нам это Совершенно Сейчас Не нужно Вот А с другой Стороны Как бы Совершенно Не хотелось Чтоб у нас Наступил Период Полтора Месяца Жары Зной И дикой Засухи Потому Нет засухи Нет воды В Доугаве Нет воды В Доугаве Меньше Будут Работать Наши Электростанции Гидроэлектростанции Меньше Они будут Работать Электроэнергия Дороже Будет Вот так Вот это Сказать Мы очень Заинтересованы В том Чтобы Были Стабильные Осадки На всем Течении Во всем Бассейне Водосбора Нашей главной Реки Ну будем Надеяться И конечно Держать Как говорится Руку на пульсе Будем сообщать Какие-то Изменения И все-таки Конечно Хочется Чтобы не было Изнуряющей Жары Потому что Всегда Приход жары Вот с этими Тропическими Ночами Когда даже Не успевает Воздух Остыть И ночью Это все Для людей Уже Ну Немножко Мы В другой В другом Поясе Климатическом Мы как-то Непривычны Такого рода Температурам Между тем Вот приходят Интересные новости О том Что голландская Компания Lightyear Объявила Наконец-то Вот о том Что запускает В продажу 949 моделей Электромобилей Работающих На солнечных батареях По-моему разговоры Вот об этом Шли очень давно То есть там Все обещали Даже лет 5 назад Там можно было Прочитать Что ведутся работы И все восхищались Что вот Прекрасно Это практически Автомобиль Средство передвижения Которое будет работать Без заправки Просто на солнечных батареях Сел Поехал И никому ничего платить Не надо Однако Вот сразу Читаешь И замечаешь Что удовольствие Все-таки Очень пока дорогое 263 тысячи долларов Стоит вот такой Электромобиль На солнечных батареях И Стоимость Ну вот Можно подумать Сколько топлива Можно купить В принципе За эти деньги И Пока Вот Тест-драйвы Показывают Что он может проехать На одном заряде 700 километров А Заряда Вот От одного дня При хорошей Солнечной погоде Хватает На 70 Километров Ну На то Чтобы проехать 70 километров Вот такие пока Вот у него параметры Но обещают Что будут работать Над тем Чтобы выпустить Более дешевую модель Вот Можно ли прокомментировать? Конечно Можно Дело все в том Что эта идея Она очень старая И Давным-давно Говорилось о том Что ездить на солнце Ну вот На энергии солнца Да В бытовых Вот наших Повседневных целях Не получится По одной простой причине Чертова физика Вот Есть определенное Количество энергии Которая поступает С солнечными лучами Вот сколько нам Солнце дает На орбите На космической орбите Там где нету Никакого воздуха Там примерно Один киловатт 300 Да Кило 1300 1300 ватт Вот С квадратного На квадратный метр В пустыне Во время Когда Вот Солнце Строго Над головой Вот именно То есть Это пустыня В пределах Тропика Рака Тропика Козерога В тропической зоне В условиях Чистой атмосферы Ну может быть Киловатт На квадратный метр И даст Вот есть какие-то там 996 Вроде что-то там намерили Но В наших условиях Реально нужно смотреть О полкиловатте У нас солнце ниже То есть Лучам нужно проходить Через большую Толстую Часть атмосферы Ну в общем Зимой Так посмотрите Оно вообще Едва ползет Над горизонтом То есть Всегда возникает вопрос Чтобы Лучи падали На солнечную Пластину На элементы Как подмоле Близким К прямому углу И вот что получается Получается Что Ну вот покройте Вы всю машину Солнечными батареями Но сколько Это будет Ну даже Вот в таком В идеальном Варианте Какая эффективная Может быть площадь Но длина машины Допустим Четыре метра У вас Ширина пусть будет Большая Два метра Значит Восемь квадратных метров Теоретически Четыре киловатта Вы можете получить Но это Такой совершенно Такой примитивный Подсчет Но порядок Цифр Вот То есть Вы не можете Получить больше энергии Чем вам даст солнце И сколько Пропустит Наша атмосфера И тогда Возникает вопрос А зачем Нужна Такая штука Условно говоря Которая дает вам Эту энергию И вот что отвечают Технологи уже Технологи говорят Обратите внимание На то Как работают Ваши смартфоны С литий-ионными батареями Ну и все варианты Этих батарей У них есть проблема Их нельзя разряжать И кстати В любой инструкции Написано Залезьте в интернет Их нельзя разряжать В ноль А они разряжаются В ноль Даже в том случае Если у них Какой-то минимальная Может быть потеря Энергопотеря Какая-то функция Что называется Стендбай Какой-то Все равно Они разряжаются И они разрядятся В ноль И это очень плохо Любой человек По сути дела Современные Современные автомобили Электромобили Это смартфон На колесе Так вот Что очень важно Учесть Это то Что сталкиваются С одной Очень большой проблемой Если допустим Вы поехали В командировку Или в отпуск Или что-то еще Там так повернулось И ваш электромобиль Разрядится полностью Это очень вредно Для вашего электромобиля Для батареи Вашего электромобиля И тут Появляется Прекрасная идея А если Условно Хотя бы на крыше Вся крыша Будет как минимум Полтора квадратных метра Будет в виде Вот этих самых Солнечных батарей Стоять Машина будет На улице То в этом случае Будет идти Постоянно В течение Светового дня Будет идти Подзарядка Батарей И это Скажем Не даст ей Разрядиться Окончательно И тогда В принципе Батаря Если она не будет Разряжаться Окончательно Не упадет заряд То в этом случае Она будет Дольше служить Это будет эффективнее И все такое Замечательное Это кстати Еще даже Несколько лет назад Писали в европейской прессе Зачем нам нужны машины Вот с солнечными панелями На крыше Потому что Это очень И очень Будет способствовать Улучшению Работы батареи В том случае Особенно Если мы Не ездим И не заряжаем Заряжаем Наш автомобиль Главное Не заряжаем Наш автомобиль В течение Достаточно Длительного Время Но Стоит ли Такая штука 250 тысяч Вот это Мне кажется Уже Ну в принципе Для лабораторного Для опытного Варианта Когда в сумму Вносят Все расходы В том числе На кофе Для сотрудников И командировки Для начальства То Тогда Да Тогда Понятно Понятна Его цена Естественно При серийном Выпуске Цена Будет Падать Потому что Я не очень Хорошо себе Представляю А чем Может Удивить Откуда Может Выползти Дополнительная Цена Ну возьмите Вы стандартный Электромобильчик Который У нас Хотя бы 25-30 тысяч Стоит Ну укрепите Ему на крышу Солнечную Батарею Ну плюс Какой-то Контроллер Там должен Быть По мелочи Но прошу Прощения Не 220 Ж-1000 Дополнительный Конечно Нет Но Нет Ну с учетом Того Что проводились Исследования Тестирования Работали люди Хорошие Зарплаты Получали По нашим Мерам То есть Ясное дело Что Даже я думаю Общая стоимость Этих исследований Была больше Чем 250 тысяч Гораздо Но Что еще хорошо Всегда есть люди Которые хотят Купить что-то Оригинальное Чего нету Других Иначе бы Никто бы Не покупал Платье От Кутюр Ну никто Ну то есть Можно сказать Что это Скорее всего Такой эксперимент Но Это авто От Кутюр Такое Ну и Так вот Серьезно Его рассматривать Как возможность Вечного Двигателя Для своих Нужд Это Скорее Слишком Оптимистичный Взгляд На проблему Ну да Тем более Что нужно Сказать Что Как раз Период Такого Абсолютного Восторга Электрического Он потихонечку Снижается Тем более Что Так скажем Сторонники Альтернативных Экологических Заметим Ну альтернативных Направлений Они тоже Не сидят Сложа руки Ну например Вот эта Езда На ЛПГ Газе На Жиженом Нефтяном Газе Собственно Поскольку Нам все равно Так или иначе Нужно делать Бензин И Дистопливо Жиженный Природный Газ Пропан Гутан Он все равно Будет образовываться Его что Сжигать или В атмосферу Просто так Выбрасывать Конечно Нет Поэтому Его Что называется Очищают Сжижают И вот Пожалуйста Извольте На нем Ездить Можно Поставить Оборудование Дополнительное На автомашину Особенно Это хорошо Для тех У кого Машины Много Жрут Бензина Машины Пожилые Например Можно таким Образом Как бы Взбодрить Вот Сделать Более Эффективными Ну и Короче Говоря Если вас Волнует Экология Выбросы При сжигании Легких Газов Гораздо Более Экологичны Но есть Еще Боль Дальше И ход А в принципе Вот мы Говорим Про Панбутан А ведь Как мы Знаем Тот же Метан Может быть Из Скважины Сибири Или Северном Море А может Быть С биофермы В результате Переработки Конского Навоза По сути Дело И то И то Метан Но Разного пути Если это Способ Переработки Конского Навоза Или силосной Массы То в таком Случае Это как бы Часть Вот этого Замкнутого Углеродного Цикла Не увеличивающее Количество Углерода В атмосфере Но Надо сказать Что есть Технологии Которые Позволяют Делать Газовую Смесь Фактически Тот же Самый Жидкий Углеводородный Газ Но Тоже Из растительных Остатков Из Всевозможного Мусора И прочих Материалов Чуть ли не Из канализационных Стоков И сейчас Как разве Уже Заводы Построены Которые Предлагают Био ЛПГ Био Нефтяной Газ То есть Он никакой Не нефтяной Он углеводородный Но это Способ Био И тут Уже Речь идет О том Что Такой Продукт На 80% Сокращает Выбросы СО2 В атмосферу Понимаете И получается Что В плане Перехода На Безуглеродную Энергетику Как Вот у У нас планы Поставлены К 2050 Году И даже Ближайший К 2030 Году Вот это Топливо Оно наиболее С одной стороны Безопасно Для экологии А с другой стороны Становится Наиболее Дешевым Для широких Масс Потребителей Не для тех людей Которые могут Купить И бензиновую Машину За 200 тысяч Потому что Она известного Бренда Шикарная Гоночная Ну прекрасно Во-первых Считается Что в принципе После уровня Где-то под 100 тысяч Под 50 70 тысяч Уже Цена бензина Как-то мало Волнует людей Ну подумайте Сами Если вы можете Купить Такую тачку Просто потому Что она Красивая Шикарная Классно Ревет На ней ездить Приятно И отдать За это Такие деньги Как стоимость Квартиры У нас Это же Уже Стоимость Квартир Трехкомнатной Ну В старых Домах Я имею ввиду Советского Время Представьте Вы покупаете Такую машину Что просто На ней Покататься Получить Удовольствие То в этом Случае Стоит ли Бензин Евро Пятьдесят Литр Или он Стоит Два Тридцать Литр Но это Непринципиально Вот А вот Если вы Ездите На каком-то Кирогазе И Для вас Проблема Заключается В том Что он Если Жрет Десять литров На сто Километров Или один Литров На сто Километров По городу И для вас Это уже Проблема То в таком Случае Как раз Газовое топливо Становится Как раз Той самой Альтернативой И В принципе Может появиться Вот у нас В перспективе И вот это Биогазовое топливо Которое По идее Если смотреть Европейскую Тенденцию Должно Поддерживаться Европой Вот это Тоже Очень важный Момент То есть В принципе Сейчас говорят О том Что переходить К зеленому Так скажем Зеленым путем Надо Но Вместе с тем Нужно понимать Что Богатые И так Будут покупать Мощные электрокары Классные Все У них деньги На это есть А вот Эта масса Населения Чтоб она не Взбунтовалась В конечном счете Пойдя На избирательные Участки И не начав Голосовать За противников Всевозможных Зеленых Движений Нужно Чтобы у них Были Альтернативные Варианты Вот сейчас Думают Какие Альтернативные Варианты И вот Эти Деятели Исследователи Говорят Что альтернативные Варианты Есть Я уж Помните Рассказывал Вам Что В Финляндии Например Научились Даже Авиационный Керосин Из пеней Делать Да Да И делают Ведь Самое Интересное Заводы Есть То есть Собственно Говоря Есть Альтернатива И вот Сейчас Как раз Ситуация Энергетическая Проблема Она Сейчас Уже Волнует Потому что Говорят О том Что Эта Жара Приводит К необходимости Большего Употребления Электроэнергии Кондиционеры Надо Включать Иначе Не Продохнуть Хотя бы На ночное Время Чтобы отдышаться Можно было Вот То есть Сейчас Как раз Идея Поиска Альтернативы Она Сейчас Очень Очень Сильная И я думаю К зиме Начнется Очень Большой Серьезный Разговор О том Как же Нам Протянуть И как же Нам научиться Жить В условиях Дефицита Поэтому Любое Сырье Становится Очень И очень Ценным Так что Я думаю Что Уже Как сказать Жара Началась Уже Разговоры Начались А следовательно К следующей Программе У нас Будет Я думаю Это будет Через две Недели Да Поскольку Выпадает На праздники Я думаю Что мы Уже Услышим О том Как Европа В первую очередь Западная И Южная Переживает Эти волны Жары И какие Возникли Проблемы И какие Опять Может быть Уже Появились Идеи Как эти Проблемы Решать Так что Остается Подождать Ну Этим Мы и Займемся Всех С наступающими Праздниками Это был Константин Ран С программы Климат-контроль И до Вот Программы Которая Выйдет Через Одну Пятницу Всего доброго Хорошего Дня До свидания Всего вам доброго Слушайте Радио Болтком